Смотрите сегодня в выпуске. Квесты, творческие конкурсы, как прошла ночь искусств в Сарове. Подробности далее. Скейт-парк в Сарове оборудовали в 2015 году на стадионе Икар. На площадке установили несколько фигур из ламинированной фанеры, которая ломается от сырости, перепадов температур и больших нагрузок. Поэтому скейт-фигуры пришли в негодность и стали травмоопасными, несмотря на ремонт. Еще один скейт-парк есть на товарной базе, но он крытый, и там можно кататься только зимой. При этом в Сарове серьезно развиваются экстремальные виды спорта. А спортсменов на роликах, скейтах и BMX в велосипедах становится все больше. Им нужна качественная площадка для занятий. С этими проблемами выступил инициативный райдер на заседании комитета Городской думы. Город упорно не замечает существующую молодежь в субкультуру экстремальных видов спорта. Упорно. Этот акцент нужно смещать. Если 20 лет назад, когда я еще за это родил, мы тут выбивали эту площадку давно, это старая история, я еще катался. Если тогда все это было еще на уровне инициатив, то сейчас, извините, это виды спорта олимпийские. Как утверждает Андрей Итунин, даже на момент своего появления в городе, скейт-парк уже был неактуальным по технической составляющей, так как во многих городах установлены бетонные конструкции. Кроме того, нет планового обслуживания спортивного объекта. Райдеры заверили, что в бюджет 2023 года подали дополнительную заявку на закупку оборудования скейт-парка размером 20 на 30. Этот проект Москвы по оценочной стоимости еще до того, что произошло у нас в России, это было 10 миллионов. Конкурсные процедуры прошли. И там оценочная стоимость примерно такая. Кроме этого, мы обсуждали историю размещения скейт-парка на территории бывшего клуба «Горизонт». Поступали предложения разместить новый скейт-парк и на территории лыжной базы. Народные избранники сошлись во мнении, что для решения вопроса нужно проработать концепцию и технические характеристики объекта. Для этого единогласно приняли решение на базе комитета создать рабочую группу. Также на заседании обсудили результаты благоустройства внутриквартальных территорий по заявкам депутатов. Четыре контракта выполнили. На одном объекте сроки сорвали недобросовестные иногородние подрядчики. В результате данный контракт выполнить, точнее три контракта выполнить не удалось. На сегодня мы пытаемся решить точечно выполнить ряд работ, насколько это возможно будет. Но тем не менее общая сумма заявлена на следующий год для выполнения работ в приоритетном порядке. По итогам вам решать. Из девяти проектов выполнены шесть. По трем проектам работы в стадии завершения. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Милые, пушистые, ласковые, добрые. Многие городские жители заводят домашних питомцев. Они приносят в дом уют и гармонию. Но бывает, что в одной квартире заводят десятки животных. Они приносят в дом резкий неприятный запах в подъезде, шум по ночам и даже тараканов. Что делать, если ваш сосед решил превратить свою квартиру в настоящий приют? Саровчане редко обращаются к нам с жалобами на так называемые проблемные квартиры, сообщили в МУП «Центр ЖКХ». Однако такие обращения все же есть. Если вас беспокоит шум или запах от питомцев соседей, попробуйте сначала решить этот вопрос переговорами, считает специалист МУП «Центр ЖКХ» Светлана Фатькина. Если это не помогает, можно обратиться в МУП «Центр ЖКХ». Это что касается, если запахи присутствуют в доме. И в наших полномочиях мы можем выписать предписание, которое может в принципе помочь. Если это не помогает, конечно, правоохранительные органы плюс обращение в суд. В судебном порядке жители дома могут потребовать привести квартиру или общее имущество многоквартирного дома в надлежащее состояние, возместить нанесенный животными ущерб и дезинфицировать жилое помещение, а при необходимости весь подъезд. Среди необходимых документов в суд необходимо предоставить, конечно, коллективное заявление, если оно тем более подавалось в нашу организацию. Потом есть какая-нибудь бумага из правоохранительных органов. Ну и свидетельские показания, конечно, тоже будут играть роль. Если все соседи приявятся в суд, это, конечно, будет большим плюсом. Ссылаться в таком иске нужно на статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации. Жилое помещение предназначено для проживания граждан, пояснила Светлана. Если человек использует квартиру с нарушением целевого назначения, разводит собак на продажу или организовал гостиницу для животных, это нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В одной части комнаты изучают технику изготовления медицинского белья для раненых. Рядом краят под сумки, чуть дальше нарезают для них стропы. Со стороны может показаться, что мастерицы занимаются этим давно. Их движения четкие и слаженные. Но такая работа для них в новинку. Эти неравнодушные сыровчанки откликнулись на призыв о помощи волонтерского центра «Радость моя», который открыл на своей базе швейную мастерскую для помощи мобилизованным и добровольцам. На удивление, очень быстро и очень много горожан откликнулись сразу. Как только мы дали информацию о том, что планируем здесь открыть волонтерский центр и сбор помощи нашим военным, находящимся в зоне СВО, стали звонить, приходить, спрашивать, когда, что нужно. У людей большое сердце и очень многие желают как-то свою лепту какую-то вложить в это дело. Мастер-класс по шитью медицинского белья планируют записать на видео и выложить в общий чат волонтеров, чтобы те, у кого нет возможности посещать мастерскую, могли работать дома. Также на базе центра собирают теплые вещи – жилеты, свитера, балаклавы, перчатки, носки, толстовки. Помощь приходит не только из Сарова, но и с окрестных деревень. Например, большая партия вещей пришла из села Бахтызина Вознесенского района. И меня удивило, что они так быстро, целую машину меня собрали буквально за один день. Я им хочу передать огромную благодарность. То есть здесь теплые вещи, химия для ребят, сигареты, которые, конечно, как мужчина тоже нужна. То есть тоже, что ни с кем могу брать. Толчком к созданию швейной мастерской в нашем городе стало общественное движение «Золотые руки ангела», которые занимаются изготовлением тактических носилок для фронта более чем в 85 городах России. Такой центр есть и в Дивееве. Именно дивеевские мастерицы поделились своим опытом с саровскими добровольцами. С каждым днём круг саровских волонтёров всё шире. Сейчас к этому доброму делу решил присоединиться и технопарк. Сейчас поговорили с руководством данного центра. Постараемся купить им необходимые материалы, чтобы женщины могли обшивать наших воинов и для госпиталей. И тех, кто у нас на переднем крае находится, приезжали из дивизии, показали, что мы можем какую-то мебель передать для организации здесь учебного процесса. В общем, подключаемся, предлагаю всем подключиться к этому благому делу. Встречи со старшими в мастерской будут регулярными не менее двух раз в неделю. В остальное время волонтёры будут работать самостоятельно, как дома, так и в мастерской. Дополнительную информацию о работе мастерской и о том, какая помощь нужна волонтёрам, можно получить по телефону 7 906 353 46 37. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. У саровчан есть возможность сделать посильное доброе дело и помочь мобилизованным гражданам. В Центре социального обслуживания открыли пункт приёма необходимых вещей для солдат. В этот перечень входят средства личной гигиены – шампуни, мыло, зубные щётки и пасты, антибактериальные гели, влажные салфетки, предметы быта – термосы, спальники, фонарики, туристические коврики, кнопочные мобильные телефоны. Может включаться лекарственные наборы. Лекарства должны быть со сроком годности, естественно, не менее трёх месяцев ко дню реализации. В большей степени требуются перевязочные бинты, жгуты, обезболивающие, противовирусные препараты. По наименованию никаких ограничений нет. Также можно принести тёплые вещи на холодную погоду. Свитера, камуфлированные костюмы, носки, шапки, балаклавы. Одежда обязательно должна быть новой. Продукты питания не принимаются. Акцию проводят совместно с организацией Дом народного единства Нижнего Новгорода, куда потом и направятся коробки, собранные гуманитарной помощью. Мы принимаем только вещевую помощь. Но у Дома народного единства открыт расчётный счёт, на который все желающие, в том числе жители нашего города, имеют возможность отправить финансовую поддержку и помощь. Расчётный счёт также располагается на сайте нашего учреждения. Помочь мобилизованным могут также рабочие и учебные коллективы, учреждения города и коммерческих организаций. Вещи принимают в Центр социального обслуживания по адресу улица Шверника, 11, с 10 до 8 часов вечера ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Подробную информацию можно получить по телефону 6-94-39. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В рамках «Ночи истории» в городском музее открылась выставка экспонатов Государственного исторического музея Свято-Руси и заступники. Около ста работ, посвящённых образцам русским святых, покорили своей красотой и неповторимостью саровчан. Как отметили организаторы мероприятия, икона интересна не только верующим, но и всем тем, кто следует идеалам добра и прекрасного. Также именно эта живопись передаёт семейные ценности, традиции и жизненные устои. Наиболее лично для меня, наверное, может быть значимый экспонат – это икона Богоматери на троне с предстоящим Сергием Радонежским. Первоначально по преданиям считалось, что это почти прижизненный портрет Сергия Радонежского. Иконографические черты сохраняются. Сотрудники Государственного исторического музея провели экскурсию по экспонатам выставки. Однако, если вы не смогли побывать на акции «Ночь искусств», у вас есть возможность посетить музей и увидеть образцы русских святых до февраля 2023 года. Он вошёл в пещеру и нашёл там тысячи тысяч людей, да, вот, учеников, последователей. То есть, вот, действительно, это пещера, которая превратилась на мой сон святых. Мероприятия дополнили творческие станции для детей и их родителей. Горожане участвовали в исторических экторинах, мастер-классах по созданию берегов, кукол и игрушек. Открытие выставки «Святой Руси заступники» сопровождалось выступлением воспитанников и педагогов детской школы искусств. И с каждым годом, день за днём, ты наполняешь взор огнём, тебе возносим руки. Аллилуйя! В художественной галерее «Ночь искусств» стала настоящим праздником, ведь одновременно открылись две выставки. Детская школа искусств номер два организовала третий областной фестиваль народного костюма «Краса России». Работы подготовили как взрослые, так и дети, причём с особой любовью к народному творчеству. Здесь выступали творческие коллективы, здесь пели дети прекрасно, здесь были танцы. И весь фольклор был под стать этой выставкой, потому что она объединила мастеров, художников и детские работы Нижегородской области. В рамках акции открылась выставка городских художников. 187 рисунков, выполненных красками, карандашами, а также скульптуры, были размещены в галерее. 55 творцов представили своё видение улиц, достопримечательностей, природных объектов Сарова. Здесь и натюрморты, здесь и портреты, здесь яркие краски и сдержанная пастель. Здесь хватает всего. На самом деле эта выставка в этом году получилась очень плотная. Нам хотелось показать разнообразие тех направлений, которые есть в городе Сарове. И мне кажется, что нам удалось. Елена Лемясева принимает участие в выставке с 2020 года. Девушка занимается творчеством с пелёнок. В её семье отец – художник. А запах краски для Елены – самый родной. Летом у нас очень много пионов. Всё это красиво, распустившиеся розы. Я уже написала с пионов розы и других букетов. И стоял одинокий букет, в котором ещё даже только бутоны начинали распускаться. Мне стало бы жалко, что все уделяют внимание таким шикарным цветам, но он стоит одинокий. И вот я им составила компанию. Следующее масштабное культурное мероприятие планируется в мае. И это будет ночь музея. Но городской музей, художественная галерея и библиотеки всегда готовы погрузить саровщан в искусство и историю страны. У Лены Скородума, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей СОРОУ-24. Победители шестого театрального марафона профессии команды школы номер 11 «Подружки» пришли на церемонию награждения в тех костюмах, в которых выступали. Им на жеребьёвке досталось интересное сочетание профессии, орудий труда и региона, которые они должны были включить в сценарий. Джазовый музыкант, труба и Республика Татарстан. Наталья Хатункина с дочерью Евой участвовали в «Темпе» впервые. Мы дебютировали, были первый раз. С нами были в группе профессионалы, симпичитачи Чемаковых. Очень-очень волнительно. Не знали, с чего начать, но они нам подсказали. Большое спасибо нашему классному руководителю Дутины Галине Викторовне о том, что она нас направила, с детьми прорепетировала. В общем, всё понравилось, всё было здорово. Будем участвовать ещё. Среди детских садов победителем стала команда «Профи» 30-го детсада. Третье призовое место разделили сразу две команды. 41-й детсад покорил жюри зарисовкой об уроках в начальных классах и интересной народной калмыцкой сказке. Во время выступления 4-го детсада сцена на несколько мгновений превратилась в школьный кабинет химии. Директор вместе с учениками творили волшебство, смешав в воде с красителем обычную соду и лимонную кислоту. У нас очень дружная команда. Детского сада 4-й солнечного города. Поэтому у нас, как большая семья, мы готовили сценарий вместе. Дети нам помогали, естественно. Блестящие выступления, фейерверк, красок, идеи, прекрасно воплощённые постановки. Год от года марафон профессии удивляет мастерством и талантом своих участников. Так, чтобы соединить в одном пятиминутном выступлении и профессию, и рассказать о регионе страны, и какую-то ещё предметную область затронуть. И всё это и в стихах вы сумели, и в прозе, и с музыкальным оформлением. И такие замечательные костюмы были. А дети-то ваши, какие красивые на сцене. Финалистам вручили дипломы и памятные подарки. В этом году 13 команд получили пригласительные билеты в Саровский драматический театр на спектакль «Белоснежка» и «Семь гномов». Анна Пилипес, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Природа вовремя вспомнила, что ноябрь – это месяц предзимья. И буквально в последний день октября северо-западным ветром в средней широты произошло активное вторжение холодного воздуха. В центре и на севере региона сформировался снежный покров от 1 до 6 сантиметров. Для саровчан первая неделя ноября принесла мокрый снег, минусовые температуры по ночам – в среднем 0,3 градуса, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева. И ноябрь в этом году по температурному фону ожидается близким к норме. Для саровчан это минус 2 градуса. И те, кто еще ожидает плюс 10, наверное, ждать не стоит, поскольку обеспеченность даже таких высоких температур всего 5-10%. Осадков в ноябре ожидается в пределах среднестатистического значения 40-45 миллиметров. И в 90% это снег и мокрый снег. В начале месяца снежный покров будет неустойчивым, поскольку чаще всего снег ложится в зиму в конце ноября – начале декабря. Но в темное время суток при таких природных условиях гололедица на дорогах формируется уже сейчас. Поэтому водителям нужно соблюдать осторожность. По прогнозам, аномальной по холодам грядущая зима не станет. Из-за изменения климата самые продолжительные и интенсивные холода с морозами, конечно, возможны в конце января – начале февраля. Что касается снега, конечно, снегопады будут, поскольку наша территория открыта и доступна всем циклонам, которые смещаются в наши широты с Атлантики, со Средиземноморья, Черного моря. При этом циклоны могут принести к нам не только осадки, но и оттепели, которые бывают во все три зимних месяца. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Косплей называют искусством перевоплощения в любимого персонажа. Кино, сериалы, компьютерные игры, комиксы или книги – основные источники вдохновения для косплееров. В качестве образов для воплощения, как правило, выбирают ярких, запоминающихся персонажей, обладающих характерными чертами поведения. Это важно, поскольку косплеер не просто примеряет на себе одежду героя. Он буквально становится им, говорит тем же тоном, копирует манеру речи, жест и мимику. Это нелегкий труд, однако результат проделанной работы порой просто поражает воображение. Самое важное в косплее – это, наверное, отдаться этому искусству, скажем так, и не заканчивать на половине пути. Потому что есть начинающие косплееры, которые первый раз купили парик, не знают, как его уложить, не знают, как правильно сделать костюм или надеть его даже. Косплеем Лина занимается около пяти лет. Начало все с простого новогоднего желания. В канун праздника она попросила родителей купить костюм популярной японской виртуальной певицы Хацуна Мику. А дальше череда ярких, интересных, многогранных образов. Один из последних Лина собрала из своего шкафа. Футболку расписала сама. Это косплей на девочку Элли из компьютерной игры Last of Us. В мире наступает апокалипсис, в котором люди заражаются и превращаются в мерзких существ, единственная цель которых – просто убить. Элли является девочкой, у которой имеется иммунитет к тому вирусу, который разносят эти существа. И она вместе со своим сопровождающим путешествует по миру и пытается найти выход. Вера Жарикова косплеем увлеклась недавно. Среди ее образов – персонажей вселенной «Флауэрфайл», мультфильмов «Стивен Юниорс» и «Май Лидл Пони». Несколько лет назад Вера организовала в нашем городе косплей-сообщество. В него вошли фанаты самых разных вселенных. На своих собраниях ребята делятся впечатлениями, обсуждают косплеи, помогают друг другу дополнить, усовершенствовать образ. Сообщество открыто для новых участников. Прийти может любой человек возрастом от 12 лет. К сожалению, у младшего мы предпочитаем не брать. Почему? Потому что у многих аниме, у многих книг возрастной центр начинается именно с 12 лет. По понятным причинам. Поэтому мы будем рады любым. Если вы не настроены агрессивно, если вы в целом адекватный человек, то, пожалуйста, наши двери всегда открыты. Неформальные встречи выросли в официальное косплей-объединение. Сейчас клуб базируется в молодежном центре. Узнать подробнее о том, как и когда проходят встречи и занятия косплееров, можно в их группе ВКонтакте. Осенние каникулы – хороший повод заглянуть в гости в библиотеку имени Пушкина. И не только за книгами. Пушкинка всегда готовит для ребят интересные встречи и познавательные игры. Первые мероприятия библиотеки в дни каникул посвятили Всемирному дню приветствия. Ребята учились правильно приветствовать людей. И узнали о многообразии способов сказать своему ближнему «Здравствуй». Рыцаря – это очень классно сегодня было. Библиотекари рассказали ребятам историю возникновения необычного праздника. А сами юные читатели вместе со взрослыми поразмышляли о том, какую роль играют фразы «Привет», «Здравствуйте» и правила этикета в жизни человека. Дети читали отрывки из различных произведений и угадывали, какому персонажу принадлежат те или иные слова приветствия. Сюда можно пригласить друзей, тут не скучно, тут никогда не бывает скучно. Каждый раз что-то новое обычно придумывают, никогда ничего не повторяется, как я и помню. Можно всегда что-то новое узнать. Мероприятия в Пушкинке в дни осенних каникул проходят каждый день в 14 часов, кроме воскресенья. Посетить их можно как в центральном отделении библиотеки, так и в ее структурных подразделениях для детей старше 6 лет. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Хореографический коллектив детской школы искусств «Контемп» – трижды лауреат международного конкурса в сфере хореографии и вокального исполнительства «Солнце-круг-2022». Коллектив в составе 11 человек выступили на сцене Дворца культуры железнодорожников в Нижнем Новгороде. Конкурс проходил не по традиционной соревновательной системе, а по квалификационному принципу оценки постановок. Квалификационный по категориям. Мы относились к категориям категории А. Это категория, в которой участвуют все желающие из школ искусств и хореографических школ. Поэтому мы оценивались, можно так сказать, выше остальных. Следующей категорией были любые другие школы. Для воспитанниц «Контемпа» это первый выход на танцевальную площадку в этом сезоне, который сразу стал успешным для коллектива. По итогам конкурса в номинациях «Классический танец» и «Народный танец» саровчане стали лауреатами второй степени. А современному танцу дуэта «Воспитанниц «Контемпа» члены жюри присудили звание лауреата третьей степени. Мне очень понравился этот конкурс, потому что там были очень... жюри очень строгое. Оно правильно судило, как по мне. Спасибо большое хореографу, что она все-таки свозила нас, подала свою инициативу. Потому что это все равно опыт для нас, это пригодится в жизни. Ну и приятно иметь награждение, а не на дипломы. «Контемп» ездит на конкурсы в первую очередь для того, чтобы учиться и перенимать опыт у других коллективов и профессионалов в области танца. Все недочеты и достоинства номеров члены жюри обсуждают с танцорами сразу после окончания конкурсной программы. Критику воспитанницы детской школы искусств и их педагог воспринимают положительно. Это помогает коллективу оттачивать и совершенствовать свои постановки. Все свои номера мы ставим сами. Именно вот соотворчество преподавателя, то есть меня и детей, это, конечно, бесценно. То есть мы их ставим в течение года учебного. Поэтому у девочек очень мало свободного времени. Они заняты практически каждый день в школе искусств. Осенью и зимой коллективу предстоит большая работа по созданию новых номеров. А выйти на конкурсную сцену «Контемп» планируют в дни весенних каникул. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Наукоград. Город физиков, ковавших ядерный щит, колыбель православия. За долгую историю у Сарова появилось немало разных имен. Но каким наш город видит молодое поколение? И главное, каким они представляют Саров будущего? Свои размышления на этот счет юные горожане от 7 до 17 лет могут представить на фестивале детского художественного творчества «Я и Саров. Мечты о будущем», который стартует 1 декабря. Это могут быть архитектурные пейзажи. Это может быть растительность будущего, парки, сады, клумбы и так далее. Это можно пофантазировать на тему транспорта будущего. То есть здесь придется ребятам познакомиться с уже существующими достижениями науки и техники. Работы принимают по пяти номинациям. Изобразительное искусство, компьютерная графика, плакат, декоративно-прикладное творчество и скульптура. Организатор фестиваля – детская художественная школа. Первый отборочный этап пройдет с 1 декабря этого года по 1 февраля следующего. В этот период образовательной организации участники фестиваля выберут лучшие работы своих учеников и направят их в художественную школу до 15 февраля. Итог фестиваля городского будет подведен в марте. И в марте планируется выставка детских работ в нашей художественной школе. Департамент культуры города Сарова сформирует комиссию. Будут отобраны лучшие работы участников фестиваля. И планируется, что это увидят и горожане нашего города, скорее всего, в парке имени Зернова. Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефону 7 17 70. Основная задача Центра досуга для пожилых людей – организовать общение ветеранов, которого порой так не хватает в пенсионном возрасте. В октябре Центр начал работу в клубах «Восход» и «Мечта», а также на базе библиотеки имени Маяковского и комплексного центра социального обслуживания. Для ветеранов организаторы подготовили развлекательно-познавательные программы и беседы с представителями городских организаций. Встречи ветеранов с представителями администрации, с депутатским корпушем и вообще с представителями различных обслуживающих организаций, в частности медицины, социальных служб, пенсионного фонда – это вообще очень полезная вещь. У нас два с лишним года назад уже такие вещи проходили, и очень было полезно. Люди узнавали многое. В клубе «Мечта. Ветеранские встречи» открыл цикл познавательных программ «Знакомые все лица». Педагог Центра внешкольной работы подготовил для гостей рассказ об известных деятелях искусства, советских актерах и певцах, которые хорошо известны бабушкам и дедушкам. Первая встреча была посвящена жизненному и творческому пути Владимира Этуша. Ветеранам представили и отрывки из известных фильмов, где играет советский актер. Также пожилые люди встретились с представителями банка и Центра социального обслуживания. У нас есть свои собственные врачи. Терапевт, физиотерапевт, физиотерапия и медицинский кабинет, где вам могут сделать, поставить капельницы, делать уколы мышечную, физиотерапию можете проходить. Вы также можете, с вами будут также заниматься наши специалисты, психолог, реабилитолог, грудный организатор. Встречи ветеранов проходят два раза в месяц. Записаться в Центр досуга для пожилых людей можно у председателя Совета ветеранов вашего микрорайона. Узнать информацию о мероприятиях в клубах «Мечта» и «Восход» можно по телефону 981-01 и 943-90. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев.